итак где у нас эфир показать что четыре человека смотрят не вижу а все вижу так видите ли вы меня слышите ли вы меня пишите в чате что вы меня видите и слышите если это происходит путь локон открыл и не могу понять где где у меня чат так есть друзья ну что ж мы продолжаем наш продолжаем наш год денег и у нас сегодняшние и следующие занятия у нас будет будут такие концептуальные и дальше будет финальное занятие на котором мы подведем итоги нашего года и подведем итоги вообще наши двухлетней большой программы окей сегодня мы с вами я обозначил обозначил тему сегодняшнего занятия как писец писец это такой северный зверек который приходит тогда когда после этого уже ничего нет да то есть когда рушится вообще все есть неприятности есть проблемы а есть писец да который хвостиком своим сметает все что вы делали и наверняка вы видели такие ситуации когда человек идет наверх делает что-то создает что-то да и потом одна ошибка и он теряет все и и когда читал разные биографии разных людей от наполеона до вальтера скотта или александр дюма меня всегда поражало то что вот мы всегда смотрим на некие высшие достижения да то есть вот человек делает что-то и он знаменит богатым и так далее так далее в рембрандта кстати тоже такая же история была и и потом что-то происходит либо какой-то поступок человека нерасчетливый да как в случае с вальтер скоттом вот он решил издавать журнал для того чтобы разбогатеть и в итоге он пролетел с этим журналом журнал не пользовался успехом и он взял на себя все финансовые обязательства по убыткам этого журнала да ты счел себя скажем так виноватым а вот и дальше он начал для того чтобы расплатиться из долг с долгами он начал писать просто как сумасшедший естественно все хуже хуже и хуже и умер бы только загнался с дюма та же самая история значит был невероятно популярен невероятно производителен и зарабатывал хорошие деньги решил на эти деньги построить огромный дом дворец такой до построил все свои деньги вложил в этот дворец да и в итоге разорился и собственно там ну пусть не в нищете да но тоже тоже очень плохо закончу и мне всегда было интересно а можно ли было бы этого избежать да то есть мы проживаем свою жизнь вообще вот когда оглядываешься назад да и смотришь и читаешь биографик таких людей да и возникает ощущение что они свою жизнь проживали как будто первые люди на земле то есть ни на каком опыте своих предшественников они не учились и это понятно почему потому что понятно что и дюма и вальтер скотт да они жили на неком сломе эпох да то есть менялось время и те жизненные стратегии те правила которые были хороши до их до у их предшественников в их время они перестали работать но самое страшное то что очень часто бывает так что человек вот мы с вами в прошлый раз говорили о ставке да а принципе ставок что человек ставит все все что у него есть вся карьера репутацию все ставит на одно какое-нибудь решение это решение проигрывает да это ставка проигрывает и человек теряет вообще все и может быть так что у вас тысяча побед вы тысячу раз принимали правильное решение вы выигрывали а потом у вас одно поражение при котором вы полностью теряете все и она вас полностью уничтожает а может быть обратная ситуация да к чему мы хотим стремиться что у вас могут быть победу вас могут быть поражения дано по каждая победа вас продвигает вперед а каждое продвижение поражение она во сне уничтожая вы просто останавливаетесь дальше ждете следующей победы не так что вы должны только побеждать Сто раз вы должны победить. Если вы хоть раз проиграете, вы проиграете все. Вот этого не должно быть. И я много об этом думал, о том, что как, собственно, можно ли от этого защититься. Я думаю, что стопроцентно защититься нельзя. Все предусмотреть невозможно. Но я думаю, что большую часть потенциальных проблем можно решить. И очень часто люди просто со стороны смотришь на человека и думаешь, идиот, зачем ты это делаешь? И вот я предлагаю вам посмотреть на себя такими же глазами и сказать себе, может быть, увидеть в своих каких-то действиях, увидеть что-то такое, что идиот, что ты делаешь. Что именно здесь мы можем сделать? Есть несколько направлений, действий, которые могут снизить риск явления песца. Первое – это максимально негативное мышление при планировании. Понятно, что интуитивно, когда мы занимаемся планированием, мы предполагаем и мы рассчитываем и надеемся на то, что все у нас будет хорошо. Что все придут вовремя, что каждое действие принесет тот результат, на который мы рассчитываем, что погода будет хорошая и так далее. То есть мы на это надеемся. А непонятно, почему мы должны на это надеяться. Я помню историю, одна девушка писала, по-моему, в ЖЖ еще, о том, что вот она уезжала куда-то в отпуск, и ей нужно было некое служебное действие произвести. И она придумала некую сложную логистическую схему, при которой кто-то должен какой-то пакет передать кому-то, кто-то должен съездить туда-то, там-то, кто-то должен позвонить. То есть такая цепочка из пяти-шести действий. И говорит, как вы думаете, на какой стадии все сорвалось? Все сорвалось на первой же стадии. То есть первый же человек, который должен был сделать с действия, там, что-то кому-то передать, он этого не сделал. И все. И дальше все остальное уже не имело смысла никакого. То есть когда вы планируете, вы должны учитывать. То есть вот идеальная ситуация, при которой все передают то, что надо, свет есть в помещении и так далее, и так далее. Погода хорошая, автобусы вовремя ходят по расписанию. То есть мы исходим из того, что на каждой стадии, на любой стадии что-то может пойти не так. Рассылка попадет в спам, электричество отключат, и так далее, и так далее. То есть мы всегда именно при планировании. То есть не должно быть такого, что вы делаете что-то, и ой, у меня не получится. Нет. Естественно, при планировании нужно учитывать и тот вариант, что у вас ничего не получится. А в этом случае что, если у меня ничего не получится. Вот. Поэтому, вот если все пойдет самым худшим образом, нужно всегда предполагать и просчитывать, а каким самым худшим образом все может пойти, и что в этом случае вы будете делать. Это первое. Самое главное. Дальше. Собственно, а что мы можем этому противопоставить? Проблемам, которые возникают. Мне очень нравится, в свое время у кого-то я тоже читал такой пост, по-моему, у Левитаса. Но боюсь ошибиться здесь, потому что очень давно это было. Вот я еду на презентацию. И у меня выступление какое-то. И что я готовлю? Как я готовлюсь к этому? Я отправляю по электронной почте организаторам файл в двух или трех форматах, отправляю для того, чтобы они подготовили презентацию. Но я исхожу из того, что есть человеческий фактор, а вдруг люди почту не смогут открыть, вдруг интернета не будет или еще что-то. Значит, я беру еще на флешке с собой или на диске, не помню. По-моему, еще тогда диски были. Тоже беру свою презентацию. На случай, если там не окажется входа для флешки, я еще беру свой ноутбук с собой для того, чтобы подключить и с ноутбука запустить ее. Тоже, если что-то пойдет не так. Но даже если еще и ноутбук нельзя будет подключить, я еще распечатываю презентацию, нужные там какие-то самые важные слайды, для того, чтобы при необходимости пустить ее по рядам или показывать из рук, показывать. То есть запасные варианты. То есть при каждой ситуации, которую мы рассматриваем, мы смотрим, ага, если это у меня не сработает, что я могу вместо этого? Вот это, вот это, вот это, вот это. И это принцип, при котором вы никогда не делаете ставку на что-то одно. Например, условно говоря, вот я делаю… Вот сейчас как раз-то я там принимал решение, значит, у меня есть платежная система, через которую я принимаю платежи, в том числе, вот если вы в мастерской учитесь, то вы знаете, что мы принимаем платежи через сервис Cloud Payment. И, соответственно, да, вот вы оплачиваете, вы получаете чек и так далее, и так далее. Она интегрирована в нашу систему, в наш сервис, где проходит обучение. Платежная система Cloud Payment. Система, где проходит обучение – это GetCourse. Рассылка, через которую вы получаете письма, в том числе и сегодня утром получали письма с приглашением на этот вебинар, да, это GetResponse. Видео, самые видеоуроки я веду через Zoom и так далее, и так далее. Здесь открытые вебинары мы ведем через ВКонтакте. Плюс есть еще там запасной вариант YouTube и так далее, и так далее. И вот мне предлагают, а давай ты переведешь все, вообще все, и платежные системы тоже можешь перевести на GetCourse. И я думал, ну, условия-то подходящие, в общем, все, как бы, при всех прочих равных вполне можно перейти. Я неделю подумал и отказался. Почему? Потому что если у меня два сервиса будут, два действия будут совмещены в одной какой-то системе, да, это резко понижает надежность всей системы. То есть, если вдруг что-то стрясется сейчас, да, стрясется с, например, моей рассылкой на GetResponse, это вполне, может быть, хоть завтра может произойти, потому что вот мы год назад, да, наблюдали, когда там площадки просто сыпались, как там Facebook отвалился, да, Instagram отвалился, YouTube мог отвалиться, да, и так далее, и так далее. Да, и у меня очень многие знакомые просто, ну, у них бизнесы умерли. У нас мы не потеряли ни одного человека, да, то есть мы как набирали вот столько людей, мы набирали на курс, вот столько мы набираем все это время, да, то есть мы вообще никак не снизились. Почему? Потому что куча запасных вариантов, да, мы сразу же переместились в ВКонтакт, в YouTube, в Dzen, да, то есть сразу же резервные точки подключились. Соответственно, если, например, у меня забарахлит Cloud Payment, я легко и быстро переключусь на GetCourse. Если забарахлит рассылка, например, GetResponse, да, я опять же тоже быстро переключусь на другой какой-то сервис. То есть я стараюсь каждый, по каждому, по каждому действию, которое мы делаем, да, я стараюсь держать отдельный сервис. С тем, чтобы, если понятно, да, что это повышает, конечно, вероятность того, что где-то что-то пойдет не так, да, но я очень легко, быстро перекину там базу условно из GetResponse в GetCourse и так далее, и так далее, да. Вот, то есть принцип такой, что никогда, ни в коем случае не делать ставку на какой-то один сервис. То есть всегда делать какие-то запасные варианты. Дальше, следующее. Да, соответственно, и это становится, вот этот принцип никогда не делать ставку на что-то одно, это становится принципом во всем. Например, издательство, да, вот я работал с издательством Максмо. И издательство, самое большое издательство в России, да, то есть полностью все, что угодно, они печатают и художественную литературу, и нонфикшн, и все на свете. Вот, но как только я начал с ними работать, я сразу же первое, что я сделал, я нашел запасной вариант. И начал сотрудничать, скажем, по нонфикшн книгам, стал сотрудничать с издательством Весь. Какие-то книги, которые, в общем-то, можно было Эксмо предложить, да, я умышленно начал публиковать через Ридерот и продолжал все это время, да, хотя понятно, да, что в Эксмо, конечно же, престижнее издать, чем сам издатом через Ридерот, да, но я все всегда держал это как запасную площадку. И у нас был такой разговор в редакции Эксмо, мне девушки сказали, что типа, а зачем, Александр, а зачем вы это делаете? Давайте вы просто, мы с вами, ну, заключим эксклюзивный договор, и вы все, что вы пишете, вы будете печатать у нас. И я, в общем-то, довольно откровенно сказал, что говорю, вы понимаете, ну, если я работаю только с вами, я становлюсь от вас зависимым. И, например, если какой-то из моих проектов вам не понравится, да, и вы, например, откажетесь его публиковать, то что, ну, я его куда, в корзину, а так я совершенно спокойно разворачиваюсь и иду и публикую в другом издательстве. И это делает меня гораздо более устойчивым. Точно так же, как когда я работал сценаристом, да, как только я находил большой проект, большую компанию, с которой я начинал работать, первое, что я начинал делать, я начинал искать запасной вариант. И еще, когда работал журналистом, опять же, да, как только я начинаю работать, где-то первое, что я начинаю делать, я начинаю искать другую работу, да, то есть я начинаю искать запасные варианты. Перестают покупать какой-то продукт, да, вы делаете какой-то продукт, он пользуется спросом соответственно да может статься так что его у вас вдруг раз и и начнут и перестанут покупать да соответственно у вас должен быть какой-то запасной вариант один канал продаж один сервис один продукт одно издательство то есть этого категорически не должно быть должно быть все время многообразие вариантов и вы должны выбирать из лучших вариантов лучший вариант из того что он предложит насколько понятно эта мысль если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте вопросы так вы говорили что если откладывать на черный день то он случится как же здесь тогда получается если брать ноут и флешку то тоже неприятности с презентацией случает случаться или это разные не знаю честно говоря возможно здесь есть некое противоречие но тем не менее тем не менее хороший вопрос классный а жена одна александр жена уже вторая конечно же нет ну павел ну разумеется нет то есть если бы например я сказал что у меня должна быть все вот одна жена есть и все больше никакой никаких вариантов нет то я бы сейчас уже наверное спился бы в вологе и и умер поэтому нет конечно же жена у меня уже вторая так ок идем дальше следующие значит принцип такой никогда не сжигать мосты всегда при любой ситуации то есть это очень соблазнительная такая идея очень соблазнительная мысль даст сжечь за собой мозг и например вот там год назад стало у меня была главная площадка у нас было фейсбук и мы работали через фейсбук и у нас в фейсбуке было там 280 тысяч подписчиков что в общем очень много да то есть когда пишешь пост обновляешь уже 20 комментариев обновляешь уже 50 комментариев обновляешь уже 200 комментариев да то есть вот трафик был сумасшедший совершенно на фейсбуке вот и понятно что после ну во первых там вообще стало очень не фэн-шуй на последнее время на вот а после блокировки стало не только не фэн-шуй на но еще и трафика не то есть я вижу охваты постов да я вижу что это там хорошо если тысячи человек читает пост то есть это так совсем ни о чем а вот и соответственно да я ушел с фейсбука и начал работать развивать в основном в контакт да и за это время у меня в контакте новая страница была я ею там в какой-то момент я решил удалить страницу в контакте завести новую и развивать ее с нуля но вот и сейчас там уже сколько 47 что ли тысяч подписчиков да то есть потихонечку на набирает и тоже есть есть вопросы да не скажу что это так идеальная площадка там в чем-то фейсбук был лучше в чем-то инстаграм был лучше но тем не менее всегда при этом у меня была мысль взять и грохнуть просто вообще грохнуть этот аккаунт в фейсбуке но тоже вот опять же принцип да если грохнешь что ты уже вернуться не сможешь туда или опять там надо будет с нуля начинать а вот и в какой-то момент я смотрю заглядываю туда вижу нет потихонечку народ возвращается и какая-то жизнь там происходит не такая активная как раньше но в целом есть смысл там какое-то наше присутствие присутствие нашей мастерской да есть там оставлять и соответственно там вот сейчас мы да какие-то материалы дублируем из того что я публикую здесь в контакте соответственно при любой ситуации всегда оставлять себе возможность вернуться к какому-то действию к какому-то сервису к какому-то человеку да то есть и кстати говоря я тоже об этом думал да я легок на бан да то есть я баню легко и быстро да и для меня бан это ну как бы вот просто не продолжаешь разговор да то есть если человек там что-то негативное пишет например да я сразу же мне проще забанить но при всем том да я никогда не ругаюсь людьми да и я считаю что бан это гораздо менее агрессивный способ прервать разговор чем чем если ты человек оскорбишь например да вот и так же как я легко баню я точно так же легко разбаним то есть у меня накапливается какое-то количество людей забаненных и потом я захожу и разом там раз в две-три недели разом всех разбанит и совершенно спокойно да дальше с этими людьми продолжают общаться если они снова например негативно что-то пишут да после этого уже уже как бы окончательный банк вот поэтому стараться никогда никогда не сжигать за собой мосты всегда оставлять возможность вернуться на любую стадию к любому действию к любому человеку к любому сервису вообще куда угодно потому что ситуация может изменить дальше следующее есть такая такая интересная интересная концепция что предприниматели политики творческие люди что они рискуют все время и что вообще что успешные люди они все время рискует так поговорка даже есть кто не рискует тут не пьет шампанское на самом деле если вы внимательно рассмотрите что люди делали в той или иной ситуации вы увидите что риск там минимальный да условно говоря илон маск который вложил все что он заработал вложил в свой этот самый в свою космическую программу и так далее так далее да если вы опять же внимательно посмотрите на то что он делал как он делал какая там структура собственности вы увидите что там личных денег ну если если есть то их там ну единицы процентов до основное основную финансовую нагрузку несет бюджет бюджет государства да и основные риски тоже несет бюджет государства и когда его ракеты взрываются да это не его деньги взорвалась ракета он плечами пожал пошел следующую делать почему потому что он не рискуя риск он рискует деньгами налогоплательщиков которые вложены и в тюрьму его не посадят за это да то есть не рискует вообще ровно ничем вот и поэтому может совершать ошибки и может делать это сколько угодно и соответственно совершенствовать свои технологии вот и в короткую это может действительно там выглядит некрасиво когда ракета за ракетой взрывается но в длинную я думаю что все там будет в порядке на марса на марс мы еще увидим как как они полетят на марс такая же история вот на любого посмотрите до человека имеющего репутацию много и сильно рискующего до условного там ричард брэнсон до который занимался этим самым чем там пластинками пластинками пластинки выпускал был музыкальным продюсером значит потом вот он решил авиакомпанию открыть до рискнул всем открыв авиакомпанию да ничего подобного он потратил достаточно много времени для чего для того чтобы вот эти самолеты на которых на которых они летали чтобы их не купить а взять в лизинг и причем добиться таких условий что если у него ничего не получится он просто вернет эти самолеты и не будет мне ни за что не будет платить я кстати ездил ездил поездами брэнсона и это это прям великолепно это это очень очень классно я ездил его поездом из лондона в ливерпуль первым классом и до сих пор не могу забыть как нас там чаем с молоком угощали да при этом опять же человек транслирует мир что ах вот он такой рисковый на самом деле у него десятки бизнесов не взлетели десятки прокат свадебных платьев его был фитнес-центры что-то там еще virgin cola да то есть чего он только не пробовал да из этого всего взлетела вот там два-три бизнеса да но он устраивал таким образом свои дела чтобы пробуя запустить какой-то бизнес на в случае если он не взлетел у него с этим нет никаких проблем то есть он совершенно спокойно закрывал этот бизнес и шел открывать следующий соответственно что что мы делаем то есть мы не рискуем тем что мы не можем вынести то есть если в случае проигрыша вы садитесь в тюрьму например да или вас убивают да не делайте так ну если вы не хотите садиться в тюрьму не хотите чтобы вас убили ну просто не не затевать о таких дел только и всего дальше следующее не принимать серьезных решений на эмоции причем неважно какие эмоции да то есть эмоции могут быть там сильно негативные отомстить кому-то оттолкнуться от чего-то я больше не хочу вот этого никогда не как хочу чего-то другого и вот на этих эмоциях я принимаю какое-то решение или наоборот до сходил на какой тренинг получил заряд эмоций да вот сейчас я давайте-ка там заработаю миллиард эмоции это топливо да то есть это не значит что совсем не надо действий каких-то эмоциональных предпринимать до условно говоря я считаю что есть ситуации когда надо на эмоциях устроить скандал наорать и хлопнуть дверь но принимать решение устроить скандалы наорать на эмоциях нельзя потому что но вы не можете взвесить все риски у меня были такие ситуации когда я там хлопнув дверью откуда-то уходил на вот и в общем я жалел об этом то есть вы трезво взвешено спокойно принимаете решение протяженного времени перепроверяя в таком состоянии как вы к этому решению относитесь таком состоянии вы как к этому решению относитесь а если я проснулся утром с плохим настроением как я в этом случае к этому решению отношусь да и если она вы в любых в любом эмоциональном состоянии решение вас устроить понятно что это касается ну серьезных решений в этом случае да все вы решение принимаете и дальше вы уже можете допустим я принимаю решение позвонить устроить скандал и наорать спокойно и взвешенный дальше я вхожу в состоянии когда скандалишь орешь и топаешь ногами да и соответственно делаешь но решение сделать принимаете спокойно взвешенный без эмоциональной обстановки насколько это понятно если понятно то напишите в чате что понятно если есть вопросы то задайте вопросы просто чтобы было по поводу это вопрос по поводу запасных вариантов смотрите это наличие запасных вариантов она убирает стресс то есть когда например условно говоря если вы боитесь за там свои финансовые положения да и вы знаете что у вас там на этом счету лежит кучу денег на этом счету лежит кучу денег на рублевом счету на долларовым на евро вам лежит запас плюс еще в сейфе лежит рубли доллары евро и еще какие-нибудь да плюс еще золото в сейфе золото в виртуальном счете да и в столе еще пачка наличных лежит да то есть когда у вас есть большое количество запасов да да что может случиться вас могут так ограбить например или обокрась но обокрали ok ну обокрали неприятно конечно да но у меня остались деньги на счету до лопнул банк очень неприятно но опять же да я подаяние просить не пойду потому что ну открою сейф и показал на сейф открою сейф и достану оттуда деньги и как бы куплю поесть моей семье так даже в юности я интуитивно не сжигала мосты очень часто люди из прошлого мне помогали даже при том что ранее могли причинять зло то есть понимаете это не значит что мы и всех этих людей за собой тащим но это значит что мы с ними не ссоримся да то есть мы не нет задачи отрезать это все пусть она где-то там существует ради бога вдруг вам понадобится то есть не плевать в колодец мимо которого вы проходите вдруг понадобится вернуться и напиться из этого колодца у меня сейчас переломный момент я решила сменить профессию наблюдается некая ломка кажется что что-то делаю сейчас хуже чем предыдущая деятельность хотят там мало что получалось чувствую что теряю в плане престижа хочется сжечь мосты но я понимаю что может быть всякое как быть на время уйти потом посмотреть хочется ли вернуться или так слишком посмотри слишком много всего наворочено да поэтому сложно ценить ситуацию да если вы говорите о том что эмоциональное состояние свое как удержать до в каких-то в каких-то переломных ситуациях да когда что-то новое в жизнь входит здесь я советую а как бы что-то менять да то есть вы говорите вот это я меняю например я работал в офисе да а теперь я работаю из дома да вот сильное изменение достаточно но при этом я оставляю обязательно прям сознательно оставляю что-то что было и там в предыдущей жизни и я оставляю то что здесь есть причем это что-то она может быть даже не совсем важное какое-то да не не принципиально важное условно вот я на работе пил искрашен из красной кружки кружки чай да я и дома пью чай из красной кружки на работе я не слушал там не знаю группу ес да например я и дома слушаю группу ес и соответственно это дает мне состояние стабильности да то есть дает ощущение что ну почву под ногами да нет такого что вообще все рушится а вот есть что-то за что я могу удержаться это дает мне возможность отдохнуть от вот этих постоянных перемен и в течение дня соответственно до в графике делать какие-то такие постоянные действия которые за которые опять же вы эмоционально и удерживайтесь да и это помогает снизить стресс при больших переменах вот ну а что касается там освоение что-то новое тоже отдельная большая стратегия отдельный большой вопрос да и здесь надо смотреть на ваши конкретно подходящие вам стратегии освоения нового да то есть у меня например там она одна да то есть я человек книги поэтому когда я прихожу в какую-то новую область да я сажусь и читаю все книги по этой проблеме вот привычная для меня стратегия да то есть когда я например начал бегать я не выбежал на улицу и побежал да я сначала прочитал кучу книг о правильной технологии бега и потом после этого побежал на вот поэтому тут надо смотреть я архитектор перешла в сетевую да то есть вот именно важное разделение да мы отдельно принимаем решение о скандале например да и потом отдельно делаем скандал с полной самоотдачей эмоциональной и как бы кстати покую про кучу счетов и заначек вы все помните или иногда приятно удивляетесь у меня все записано зачем зачем все помнить есть эти самые есть бюджет и в нем все записано дальше следующее следующее исходящее из вот предыдущих перед того что я до этого сказал стараться не плодить врагов стараться уходить от прямых конфликтов не всегда получается у меня тоже это не всегда получается потому что но я шумный громкий вот меня индустрию не всем это нравится поэтому конечно там какое-то количество врагов особенно в начале сценарной мастерской я себе создал вот но тем не менее за все это время до сколько сколько я уже разных войн провел за все это время я старался не все это время я старался не переходить в прямой конфликт хотя были у меня были ситуации когда там статью клеветническую такую про меня написали и я но опять же да я не ходил по интернетом и не кричал ах вот эти сволочи мудаки там и так далее так далее да я пошел к человеку который там стоял за этой статьей и в лицо ему сказал все что я думаю в общем достаточно как сказать достаточно прямо а вот но тем не менее я стараюсь уходить от прямых конфликтов у меня есть принцип который я много лет назад для себя как-то принял никогда не отзываться плохо о за глаза о других людях ну я это как бы говорил о коллегах но я вообще стараюсь не да то есть я могу сказать например что там какой-то фильм мне не понравился какая-то книга мне не понравилось да и но я никогда не скажу что кто-то плохой писатель да или кто-то плохой актер да то есть я могу покритиковать произведение да но никогда никогда не перехожу на личности да то есть вот с женой в разговоре да я могу сидя на кухне сказать про кого-то такой мудак да но не более того даже если очень хочется даже если кто-то про меня какую-то гадость говорит или пишет иногда бывает так что приходится прям вот на как на краю себя удержать да то есть пишешь пост пишешь коммент формулируешь и потом стираешь просто его не публикуешь ни разу еще не не пожалел о том что в такой ситуации смолчал и в общем не не стал дальше разжигать случалось кстати говорю мне случалось там по полдня тратить на на письмо которое я в итоге не отправлял вот поэтому вот принцип такой что стараться врагов не плодить уходить от прямых конфликтов иногда бывает так что нет возможности просто ну никак не выдает не удается избежать столкновения вот у меня прямо сейчас у меня в школе с ребенком была с директором война но с божьей помощью эту войну выиграли и опять же удержались полностью в рамках приличий в рамках закона и добились того что что нам было нужно дальше следующее всегда платить налоги и никогда не нарушать закон той страны в которой вы живете да то есть по поводу налогов тут вообще прям знаете сейчас идет большой накат на блогеров вот и я налоги всегда во всех во всех бюджетах всегда как сколько себя помню у меня налоги всегда вот с тех пор как я перешел на ип до выплата налогов это всегда первая первая выплата то есть сначала платятся налоги потом платится все остальное потом тратится все в бюджете налоги всегда стоят номером один и соответственно для этого тоже большое количество различных перепроверок до чтобы ничего не встрять то есть у меня есть бухгалтер есть юрист да то есть есть люди которые там два раза все это перепроверять не дай бог мы какую-нибудь там случайно копеечку какую-нибудь не зажали вот поэтому тоже такой принцип я знаю что есть такое ну как бы такой в русской природе есть такое если есть какое-то начальство да значит начальству надо обязательно обмануть да вот если есть какой-то налог дату обязательно надо как-то не вы там обойти или там еще что-то нет ничего подобного я считаю что как бы если есть правило то если есть закон если есть налоги да мы их если есть финансовые обязательства мы их выполняем в первую очередь все остальное во второй в 3 дальше следующий не брать на себя невыполнимых обещаний очень часто проблемы у людей возникают и вот выше да я вам говорил про вальтера скотта да когда человек взял на себя невыполнимое обещание да и соответственно каждое обещание если вы кому-то обещаете взять за правило взять за привычку перепроверять все свои обещания и лучше потренироваться говорить нет да нежели пообещать и не сделать да и соответственно если вы что-то пообещали то надо обязательно выполнить и перепроверять вот все эти надо да когда там мы себя заставляем что-то делать да и мы говорим вот надо это сделать очень часто вот это надо это псевдоним хочет кто-то другой то есть если вам что-то надо это значит что кому-то хочется чтобы вы это сделали так по моему у меня трансляция сорвалась нечто включился звук проверить здесь трансляция идет нет идет и соответственно да вот например даже когда я говорю что там вот надо заплатить налоги я хочу заплатить налоги да то есть это не только надо я и хочу их заплатить да то есть это правило которое я принял и я не испытываю никаких я довольно много плачу налогов да я по этому поводу не испытываю абсолютно никаких негативных эмоций скорее наоборот вполне себе позитивные позитивные эмоции так дальше следующие следующий принцип а если вы так если вы доверяете если вы доверяете кому-то что-то да то есть вот от кого-то зависит что-то да допустим там вы передаете кому-то там сотруднику передаете доступ к аккаунту к своему да или кому-то взаймы даете еще что-то даете даете доступ к своему сердцу доверяйте человеку только то что вы готовы потерять то есть если вы что-то потерять не готовы не доверяйте да то есть если вы деньги не готовы потерять не доверяйте никому деньги если вы не готовы потерять свои аккаунты в соцсетях никому не давайте доступ к своим аккаунтам в соцсетях да если что-то зависит от другого человека исходите из того что этот человек все сделает неправильно то есть ну может быть и правильно сделает супер отлично да но исходить из того что по умолчанию все будет сделано неправильно а вот и тогда у вас не будет никаких неприятных сюрпризов если у вас ничего не будет зависеть ничего принципиально важного не будет зависеть от других людей уроки на эту тему всегда очень и очень болезненны скажем у нас за время существования мастерской у нас как это называется домена на котором находится сайт сменился четыре раза сначала был онлайн фирм school.ru потом был кинщик.ru потом еще какой-то был и вот шичинга ручья 4 ожидания и наконец последнее у вас обязательно должно быть какое-то место какое-то время какой-то уголок где вам абсолютно безопасно и где вы можете полностью расслабиться да то есть это но условно говоря для меня это там время когда я бегу пробежка да то есть пробежка это вот мой отдых это там мои полтора часа когда я полностью предоставлен сам себе когда ничего плохого вокруг меня случиться не может я защищен от любых плохих новостей да это время такого отдыха да опять же если у вас нет такой хотя бы пяти минут нет да то уровень стресса накапливается да и вам ну со временем просто происходит выгорать обязательно нужно отдыхать от от контроля за всем окружающим миром вот собственно что я вам хотел рассказать сегодня вот 10 основных действий основных правил того как защититься от песца если вы это будете делать то высока вероятность что писец обойдет вас стороной насколько понятно то что я вам сегодня рассказал и если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте ваши вопросы и соответственно задание на неделю для всех провести ревизию насколько вы от оного песца в настоящее время защищены проверить свои сервисы проверить свои отношения и ну и дополнительные задания как обычно в течение недели собираем подтверждение так читаю вопросы поддерживаю отношения с бывшими мужьями у нас дети уже выросли им лучше когда родители нормально общаются посоветуйте книги по технологии бега ну я в то время читал книгу пири такая я прочитал все что было в то время но самое сильное впечатление на меня произвела книга пири бегай быстро и без травм он такой сторонник бега я долгое время был сторонником бега на стопу но сейчас это знаете как тупоконечники и остроконечники бег на стопу бег на пятку меня вот и сейчас я вижу что все производители обуви и у меня обувь я специально беговую в которой я бегаю да я покупал в милане и специальные там отдельные кроссовки с тонкой подошвой сейчас я вижу что практически вся беговая индустрия перенастроилась на бег на пятку и все кроссовки делают такие стак такая вот выгнутая подошва при которой ты просто бежишь на пятку и колени не травмируются сейчас за последние 10 лет кроссовки стали скажем философия кроссовок изменилась философия беговых кроссовок поэтому я думаю что эта книга уже устарела ну и конечно мураканье о чем мы говорим когда когда говорим о беге так с обещаниями труднее я передоговаривались ли от меня если понимаю что не получается не получается выполнить в срок понятно и как всегда в точку по запросу на данный момент все очень хорошо тогда на этом сегодня я предлагаю закончить и увидимся на следующей неделе на следующем на предпоследнем занятии нашего года денег спасибо и пока пока